Нарды – это игра умных и везучих. Однако в длинных нардах все же большую роль играет мозговой штурм, а не то, как камни лягут. Комбинационная война на втором кубке журналистов, как и год назад, развернулась между общественниками, а также представителями СМИ и пресс-служб. Во-первых, здесь такая классная атмосфера. Во-вторых, нарды – это очень интересная игра, интеллектуальная. Ну, и я работаю в тюрьме. Сам Бог велел уметь играть в нарды. Я, кстати, в прошлом году специально научилась для этого турнира. В этом году мы с мужем оттачивали мастерство, он тоже пришел на турнир в этот раз. Это не единственные родственники, которые пришли поиграть в Союз армян. К примеру, Вадим Вязанцев, заместитель главного редактора алтайского спорта, привел сына журналиста и сходу занял первое место среди 16 участников. За это получил медаль «Резные нарды». Такой вот вид спорта – семейный. Среди кавказских народов нет такого дома, где нарды не играют. Нет такого. С каких лет начинают играть? Ну, как начинают считать, такие играют. Вот мои внуки, например, 5-6 лет уже. Умеешь считать? Видишь, что там тройка на касте, и три можешь считать. Все, играй. Не стоит думать сразу ассоциациями. За последние 15 лет процентное соотношение армян и других народов, играющих в нарды, сравнялось. И особенно много появилось женщин, которые то и дело обыгрывают мужчин. Пример тому – прошлое соревнование журналистов, где кубок достался Юлии Дягилевой из общественной палаты. Вот так вот нарды объединяют и людей, и народы. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.